Добрый день, я всех приветствую и сразу же предлагаю перейти к вопросам без всяких заявлений, потому что о ходе работы и о результатах нашей сегодняшней работы только что на пресс-конференции сообщил председатель КНР господин Си Цзиньпинь. Так что, пожалуйста, если есть конкретные вопросы, ко мне, прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Радиостанция «Маяка» Вести ФМ, Олег Санфиров. Вы сказали уже про Китай, что были итоги подведены. Вы каждый год посещаете Китай. В этом году статус визита был самый высокий, государственный. Слов во время посещения трёх китайских городов было сказано достаточно много. Но вы для себя что бы лично выделили как главное? Во-первых, мы подтвердили очень высокий уровень наших отношений с КНР. Договорились и соответствующую декларацию с председателем Си Цзиньпинь подписали. Договорились о дальнейшем сотрудничестве на политическом треке по борьбе с различными угрозами. Должен отметить, что это подтверждение имеет серьёзное значение, потому что за текущей работой, которой очень много, мы не должны забывать об основных направлениях нашего взаимодействия. Одно из них – это наше взаимодействие на международной арене, в международных организациях, таких как ООН, «Двадцатка», «БРИКС», «ШОС» и так далее. То есть сам факт того, что мы подтверждаем высокий уровень нашего взаимодействия и говорим о необходимости его развития, на мой взгляд, имеет серьёзное значение для современных международных отношений и для российско-китайских связей. Первое. Второе – это то, что касается политической сферы. То, что касается экономики, то я бы выделил здесь подписанное нами технико-экономическое обоснование широкого евразийского экономического партнёрства. До подписания самого договора ещё должно пройти определённое время, над этим нужно как следует ещё поработать, но это первый очень серьёзный шаг к организации такого серьёзного экономического объединения регионального масштаба. Это, безусловно, как я уже неоднократно говорил, совместимо и с Евразес, который мы развиваем, и с китайской инициативой шёлкового пути в его экономическом, в данном случае, измерении. Поэтому я считаю, что это очень важный шаг на пути строительства наших отношений. И всё это, безусловно, ложится в достаточно энергичное развитие оборота торговли. Мы получили 87 миллиардов за прошлый год. Уверен, что если так пойдёт дело дальше, а оно именно так и идёт. Во всяком случае, за первый квартал текущего года у нас значительный рост товарооборота продолжается. В этом году мы вполне можем выйти на объём 100 миллиардов долларов. Владимир Владимирович, как Вы оцениваете работоспособность ШОС в нынешнем расширенном составе из восьми государств, и как оцениваете потенциально возможное расширение организации? Спасибо. Что касается работоспособности ШОС в его расширенном составе, то это пока не вызывает сомнений. А я прекрасно понимаю, что Вы имеете в виду, когда говорите о работоспособности. Вы знаете, между соседними странами очень часто возникают всякие вопросы, требующие дополнительного внимания со стороны руководства этих стран, проблемы, которые требуют решения. Это вполне естественно и нормально. Организации подобного рода, как ШОС, и создаются для того, чтобы иметь площадки для разрешения этих сложных. Собственно говоря, ШОС создавался, я уже об этом много раз говорил, для решения пограничных вопросов между Китайской Народной Республикой и вновь образованными государствами с одной и с другой стороны границ. И все эти вопросы успешно, как Вы знаете, разрешены, в том числе и подписан был договор по пограничному регулированию между Россией и Китаем, а переговоры велись до этого 40 лет, хочу это подчеркнуть. Вот ШОС создали, постепенно-постепенно эта площадка помогла нам решить эти пограничные вопросы. Также и с другими странами региона. Да, проблемы есть, но такие организации, как ШОС, и создаются для того, чтобы эти проблемы решать. Поэтому я приветствую то, что мы договорились, в конце концов, о расширении ШОС за счёт Индии и Пакистана. Надеюсь, что все страны региона будут использовать эту организацию и для более глубокой работы в многостороннем формате, и для решения двухсторонних вопросов. А что касается расширения, то мы договорились о том, что сейчас сложившаяся структура является оптимальной. Мы должны будем посмотреть на то, как организация будет работать в этом расширенном составе. Вы же правы, была только первая встреча с участием Индии и Пакистана. Надо посмотреть, как это будет работать, а потом вместе с коллегами будем анализировать эту работу и принимать решения по дальнейшим шагам, связанным с расширением организации. Владимир Владимирович, вокруг саммита «семёрки» в Квебеке, да и внутри самой «семёрки» развернулась настоящая драма, разногласия по поводу возможного возвращения России в формат, по поводу тарифов. В общем, на самом деле очень много разных разногласий, но вот в этой связи как Вы оцениваете предложение Трампа, да и нового премьер-министра Италии о возвращении в формат России, при том, что паритетная покупательная способность в ШОС, она, в общем-то, уже переплюнула «семёрку». Ну да. Значит, что касается возврата России в «семёрку», «восьмёрку», мы из неё не выходили. Коллеги в своё время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас в Москве. Это первое. Второе, что касается эффективности работы и объёмов экономики. Ну да, действительно, по паритету покупательной способности, это данные МВФ, страны, Шанхайская организация сотрудничества, уже больше, чем страны «семёрки». Это да, так и есть, по паритету покупательной способности. Если в расчёте на душу населения, что называется, семёрочные страны побогаче, но объём экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного, половина населения земного шара. Что касается различных сложностей в ходе переговорного процесса в рамках «семёрки», мне надо ещё с этим познакомиться, я там в деталях ничего не знаю. Безусловно, это тоже представляет интерес, это крупнейшие экономики мира тоже. Мы видим, что там есть внутренние проблемы. Ну, чего не бывает. Вы знаете, когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в Евразес, у нас тоже споры возникают, и тоже не все всё сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика, здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии. А вот я бы обратил внимание на другое обстоятельство, которое, на мой взгляд, является более существенным, чем эмоциональные какие-то всплески. Что я имею в виду? Насколько мне известно, президент Соединённых Штатов заявил о том, что США рассматривают возможности регулирования дополнительного поступления автомобилей и техники на рынок США. Вот это серьёзный вопрос. Вот это может действительно задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских. Ну, посмотрим, как будут дела развиваться на самом деле. Это имеет существенное значение для всей мировой экономики. Хотя можно было бы и отметить, что есть ещё одна организация, где практически все страны, и ШОС, и страны-семёрки встречаются для обсуждения общих вопросов. Это двадцатка. Кстати говоря, вот если говорить о результатах работы ШОС, то я бы отметил, что кроме вопросов, связанных с борьбой с терроризмом, с безопасностью, а эти проблемы были в центре нашего внимания, мы сегодня подтвердили, и председатель, если извините, об этом сказал на встрече с прессой в своём заявлении, мы подтвердили свою готовность придерживаться общепринятых и выработанных в мире правил международной торговли. Думаю, что в сегодняшних непростых условиях это очень важное заявление, которое, надеюсь, будет способствовать стабилизации в этой сфере нашей совместной деятельности. Андрей Корзин, агентство ТАСС. Позвольте, я вернусь к теме G7. По окончанию саммита была принята коммуника, и там был ряд заявлений, в том числе они призвали Россию якобы прекратить дестабилизирующие действия, и ряд из них… А, ну, собственно, вопрос у коллега задал. Вот вы можете эти заявления по итогам саммита G7 прокомментировать? Нет, вообще не думаю, что в мои обязанности входит комментировать всё, что происходило на «семёрке». А что касается дестабилизирующих действий, то так же, как в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери, ничего конкретного опять сказано не было, всё говорится о том, что с большой степенью вероятности это событие произошло, солидарность в этой связи возникает на какой-то очень зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всё это болтовню творческую и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Реанова Стенеля Артёмова. Вы вчера разговаривали с президентом Украины Порошенко. Скажите, пожалуйста, услышали ли Вы заинтересованность с его стороны в реализации минских договорённостей? И второй вопрос, была ли достигнута договорённость о выдаче российского журналиста Кирилла Вышинского? Если да, то когда и на кого? Или, допустим, обмен, если я имею в виду? Значит, поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, что в этом уже проявляется заинтересованность в регулировании. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Ну, говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно я бы воздержался, прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать. Пожалуйста. Вопрос не совсем по повестке саммита ШОС, но про большую восьмёрку. Александр Овечкин выиграл кубок Стэнли. Вот интересно, это было, когда, пока мы находились здесь в Китае, смотрели ли Вы игру, может быть, переживали, звонили ли ему? И в Америке есть такая традиция, хоккеисты-победители приезжают в Белый дом к президенту. Вот, возможно ли такая встреча, у нас там три чемпиона, Кузнецов, Орлов, Овечкин, такая встреча с Вами? Ну, о чём бы Вы с ним поговорили, как бы она прошла? Мы с Сашей в хороших, добрых личных отношениях, он выраживал желание вернуться даже в Россию, здесь играть. Ну, контрактные его обязательства не позволили ему это сделать. Ну, на самом деле, может быть, и неплохо для его личной карьеры, потому что вот он теперь, наконец-то, стал обладателем кубка Стэнли. Я его поздравляю, так же, как и всю команду, в которую он играет. Это большое достижение для любой команды в мировом хоккее. А что касается встречи, мы с ним и так регулярно встречаемся. Даже встречались тогда, когда он кубок Стэнли не выигрывал. Я не смотрел, потому что был занят по работе, как в таких случаях говорят. Ну, пожалуйста. Егор Сазаев-Гурев, газета «Известия». Были сообщения о том, что Австрия готова принять американско-российский саммит с Вашим участием и с Дональдом Трампом. Можете ли Вы это подтвердить? Обсуждали, быть может, когда были в Австрии. И когда всё-таки Вы встретитесь с Трампом? Все этого ждут? Много проблем накопилось? Президент Соединённых Штатов сам неоднократно говорил о том, что считать такую встречу целесообразной. А я подтверждаю, это так и есть на самом деле. Могу ещё раз повторить. В нашем последнем телефонном разговоре он выразил озабоченность по поводу угрозы нового витка гонки вооружений. Я с ним согласен. Для того, чтобы это всё предметно обсуждать, нужно, чтобы наши министерства иностранных дел работали, эксперты работали очень плотно друг с другом. Ну и, конечно, необходимы личные встречи. Как только, так сразу. Как только американская страна будет готова, так сразу эта встреча состоится. Ну, исходя, конечно, и из моего рабочего графика. По поводу места мы об этом так предметно не говорили, но многие страны изъявляют желание оказать нам такое содействие. Это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия. Ну, пожалуй, другого я и не слышал. Но, в общем, это, мне кажется, вопрос технический. Важно, чтобы эти встречи, если они состоятся, если она состоится, эти встречи были наполнены конкретным содержанием. Я представляю Центральное телевидение Китая, CCTV. Добрый день. У меня вопрос другой. То есть мы знаем сегодня в Писале построение сообщества единственной судьбы человечества в Чиндовскую декларацию. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, как осуществляется это в рамках ШОУС в первую очередь? И какое значение оно имеет для глобального управления? Спасибо. Всё это связано с изначальной идеей и предложением председателя Си Цзиньпиня по поводу шёлкового пути и его экономического измерения. Мы, как Вы знаете, это поддерживаем. Мы в Астане подписали соглашение о углублении сотрудничества между Китайской народной республикой и Евразес. Это ещё один шаг. И вот я в начале нашего встречи сегодня сказал о том, что в ходе моего визита в Китай, который только что состоялся, подписали технико-экономическое обоснование евразийского экономического сотрудничества. Всё это вместе укладывается в очень широкую перспективную работу в огромном регионе, в евразийском регионе. И Шанхайская организация сотрудничества, как я уже сказал, это подтверждает МВФ, уже страны, их совокупная экономика по объёму, по паритету покупательной способности стала больше, чем объём экономики стран. Это говорит о том, что у нас огромные перспективы. А если ещё вспомнить, что темпы экономического роста этого региона значительно выше, чем в мире вообще, то тогда, конечно, перспективы очень хорошие, очень интересные для всех стран. Вот мы знаем о высоких темпах роста Китая. Но вот сейчас только я разговаривал с премьер-министром Индии, и Индия демонстрирует рекордные темпы роста – 7,7%. Слава Богу, в России возобновился экономический рост. Он пока скромный и несопоставим ни с темпами роста Китая, ни с темпами роста Индии, но он уже в положительной зоне находится. И будет увеличиваться, я в этом не сомневаюсь. Так что для мировой экономики в целом, с учётом того, что мы ещё сегодня подтвердили приверженность нашим принципам свободной торговли, борьбы с протекционизмом, это имеет чрезвычайно важное значение для всей мировой торговли и для всей мировой экономики. Спасибо вам большое. Но надо заканчивать. Да, и вы знаете, что я, отвечая на ваш вопрос, всё-таки хотел бы перед тем, как закончим сегодняшнюю встречу, выразить слова благодарности китайскому народу и руководству Китая, председателю Василии Цзиньпиньо за исключительно тёплый приём, особенно в ходе моего официального визита в Китайскую Народную Республику. Всё было действительно очень на высоком профессиональном уровне. И, по-другому не скажешь, именно по-дружески всё было организовано, тепло и результативно. Спасибо вам большое.